Субтитры сделал DimaTorzok Казалось бы, почему бы и нет, а потому что разработку она покинула спустя месяц после того самого анонса Все гораздо проще, все дело в том, что я долбоеб Проще говоря, виабу У меня есть мечта Я хочу оказаться в стране восходящего солнца, возможно остаться там насовсем И жить себе припеваючи, зарабатывая рисованием дешевого хентая Ну а вколь скоро путешествовать в ближайшее время у меня возможности нет, тем более в Японию Виртуальный туризм это все, что мне остается делать И именно в контексте виртуального туризма я рассматривал Гоствайр Токио Причем долгое время не было информации о масштабах игры Будет ли это линейное приключение, открытый мир, полуоткрытый мир, псевдооткрытый мир Будет ли это один конкретный район, несколько районов или вообще весь Токио в уменьшенном масштабе Впервые открыв карту, я конечно подумал о последнем варианте Ибо выглядело это вполне себе вероятно Небольшие районы, которые можно пройти за 5 минут, когда на самом деле это по сути полноценные города, но все-таки Либо это могли бы быть небольшие локации, между которыми были бы под загрузки Но, увы, здесь игрок будет исследовать исключительно небольшую часть района Шибуя Хотя, как это? Довольно большую часть на самом деле Левел-дизайнерам отдельный респект, они поработали над каждой мелочью Я уверен, что если сравнивать с гугл-картами, то будет очень много совпадений Когда-нибудь я этим на самом деле займусь, надеюсь Игра подойдет для поиска художественных референсов, если вы хотите научиться рисовать красивые фоны в антураже Токио Печалит, конечно, то, что фотомод в игре просто ужасный Во-первых, у него ограниченный функционал Работает он либо от первого лица, либо есть возможность сфотографировать персонажа в селфи-режиме Где камера летает исключительно по орбите, на небольшое расстояние А просто захватить какие-нибудь красивые пейзажи города или еще что-нибудь Увы, возможным практически не представляется Также я не знаю, кто был ответственен за конкретно это решение Но игра не становится на паузу в фоторежиме Почему? Я не знаю А ведь обидно, ибо порой хочется фотографировать эту игру и любоваться ей Очень много красивых кадров может пойти на рабочий стол Особенно если компьютер вытянет хорошую графику Ну, либо у вас PlayStation 5 Что навряд ли, ведь игру всех забрали Сейчас же эту игру можно достать только на торрентах У меня же был предзаказ, который в итоге не забрали Хоть и продажи игры у нас прекращены, локализацию доделать успели Причем как и перевод, так и озвучку на русский язык Говоря о графике и о системных требованиях Вот эта картинка конкретно показывала слишком завышенные системные требования Ибо конкретно моей конфигурации хватило на чистые Full HD, средние настройки и 30 FPS Если бы не технологии апскеллинга Да, на 1060 не работает DLSS, зато на ней работает AMD FidelityFX, который на самом деле такой себе По сравнению с технологией от Unreal Engine Ее можно смело выставлять на качество, и игра будет работать в плавных 60 FPS При условии, если не стримить и не записывать параллельно Геймплей на это игра, по сути, чистейший Far Cry Ворота Тори являются теми же самыми вышками, расчищая которые, ты очищаешь себе путь от тумана Через который не пройти Также есть побочные задания, которые, ну, максимально неинтересные А также к прочим минусам открытого мира отнесу то, что нельзя зайти в караоке и спеть баками тай Токио, а точнее Шибуя, хоть и опустевшая, но населена юкаями и прочими тварями Против которых главному герою Акита при помощи духа Кей-Кей придется сражаться Боевая система представляет собой простое закликивание Сказал бы я, если бы не играл на дуалсенсе Это, наверное, единственный правильный способ играть в нее Иначе игра просто не раскрывается Выражаю искренние соболезнования всем, кто будет проходить ее на любом другом геймпаде Или, не дай бог, на клавомыше И нет, боевую систему я этим ни в коем случае не оправдываю В плюсе к тому, что это Far Cry, здесь присутствует прокачка Можно прокачивать как некоторые стихийные способности Акита, так и его боевые скиллы Опыт можно получать за сбор и сдачу душ людей За выполнение побочных квестов Можно погладить песика и покормить его, и после чего он покажет тебе ништячок Или исполнять квесты типа «Подай принеси» Прокачные способности боевку углубляют, во многом помогают И самое классное, что гриндить не приходится, а любые собранные коллектаблсы идут как раз таки на прокачку Ну а как я и сказал, боевая система работает только при наличии DualSense И нет, я ее таким образом не оправдываю, а скорее наоборот критикую Потому что если шутерная механика работает исключительно на геймпаде, причем только на одном конкретном, то это не есть хорошо Сюжет Вот тут на самом деле большие проблемы Потому что с самого начала он интригует, но очень слабо Вкратце синопсис такой Все люди в Токио были поглощены туманом, который устроил чувак в маске Ханья и его банда Жив остался только главный герой и его сестра, которую этот самый мужик похитил А сам главный герой Акито выжил только благодаря тому, что в него вселился дух следователя Кей-Кей У которого есть уже своя банда, которая охотилась на банду главного злодея И теперь им предстоит спасти Токио Ну и конечно же найти сестру главного героя Ох уж эта беседка с их сюжетами о пропавших членах семьи Саму сюжетную кампанию я прошел за часов в 10-11 Это ее и плюс, и минус Плюс в том, что это не какая-то там очередная опен-ворд игра на 500 часов А в том, что это достаточно компактное приключение Минус в том, что оно слишком короткое И даже несмотря на это, оно достаточно долго раскачивается История хоть как-то начинает тебя цеплять на третьей главе А на четвертой показывает, что она может быть чем-то вот прям действительно интересным Я в тот момент реально ловил евангелионовские или даже дастрендинговские вайбы Между третьей и четвертой главой ты реально начинаешь строить теории И задавать вопросы, что же это может все быть, что же это все значит Чтобы в пятой и шестой главе убедиться, что это не имеет никакого смысла вообще Игра ставит перед тобой огромное количество вопросов, чтобы затем на них просто не ответить А также очень сильно страдает с повествовательной части Сейчас будут спойлерные примеры, тайм-код в описании Кто не хочет это слышать, я тут, блять, наверное, вообще весь сюжет расскажу Вот, например, главный злодей, чувак в маске Хани и его подсосы Сам Хани собирает души для ритуала, так называемого проекта комплиментации человечества, чтобы достигнуть рая Делает он это исключительно для того, чтобы воскресить свою жену и дочь Все, больше ни для чего Для этого он очистил весь Токио с помощью тумана А сестра главного героя Мари нужна ему исключительно как так называемый фактор вымирания Но каковы истинные мотивы Хани и кто он вообще такой? Игра дает на это очень однозначный и прямой ответ Внимание, готовы? Лафалек, озвучь, пожалуйста Тебя ебет, что ли? Спасибо И да, как работает этот туман, как они открыли подсосторонний мир, как они это все вообще провернули Ээээ... Чё? Зачем? Зачем это пояснять? Или вот, например, Кей-Кей Персонаж с довольно интересной предысторией, в которую он себя немножечко посвящает У них с Аки-то даже неплохая химия получается Ну вот кто такой этот Кей-Кей? Почему он так себя начал называть? Почему он начал стесняться своего настоящего имени? Как он стал вот этим охотником на демонов? Что с его бандой? Вот конкретно на эти вопросы игра дает ответ И звучит он как... Да поебать вообще кто это? Ну либо на самом деле ответ звучит как Иди читай новеллу приквел Ага, да, спасибо, я даже бесплатно ее не могу прочитать, потому что я живу в России Это уже, конечно, наши проблемы Но проблема игры в том, что экспозиции практически нет Да и вот Мари, например Почему мы вообще должны за нее переживать? Вот кто она нам? Кроме того, что сестра главного героя Чё она за игру вообще сделала интересного? Может нам хоть хотя бы флэшбэк покажут, какое у них детство с главным героем было? Да, его покажут практически в самом конце игры Перед трагичным моментом Чтобы вот хоть как-то, хоть какие-то слезки вытянуть Ну, нет, это не работает так И да, этим игра очень сильно разочаровала Потому что для сюжетного приключения у нее очень слабый сюжет Неплохой, но слабый В нем, конечно, нет филеров, но в нем очень много недосказанностей Причем что в геймплее, что в постановке, что в сюжете Очень много хороших идей, которым просто не дают раскрыться И это печально В общем, если на середине своего прохождения я думал, что это очень специфическая игра Которая понравится немногим Таким дебилам, как я, например И, собственно, таким людям ее и то с осторожностью можно порекомендовать То сейчас я бы не стал ее рекомендовать вообще Поймите, она на самом деле не настолько плоха, как кажется Просто очень-очень сильно недожата Из-за чего называть ее и хорошей, в общем-то, не хочется Игра красива так же, как ее открытый мир И точно так же, как этот открытый мир, она и пуста Окей, в свете актуальных событий должен сказать, что у меня есть твиттер-аккаунт Но твиттер в России заблокирован Поэтому у меня появился телеграм-канал Зачем? Я не знаю, но на всякий случай пусть будет Ну а из стороннего творчества, которое идет за рубеж, у меня есть реддит Вон, зацените, какой арт Павел Денрингу нарисовал Всем нравится Ну а вот теперь все Удачи всем Субтитры сделал DimaTorzok